Около шести утра диспетчеры водоканала зафиксировали резкое увеличение потребления холодной воды. При выезде на место был обнаружен порыв на обеих ветках водовода, который подает воду для насосов и котельной станции Юго-Западной. О происшествии было сразу доложено руководству города. Был организован оперативный штаб. На место аварии прибыл мэр Улан-Удэ Александр Галков. Встреча с федеральными чиновниками. По часам сколько это займет? По часам рассчитываю. В течение 18-20 часов сделать. 18 часов максимум. И потом начинаем заниматься постоянно. Все правильно. Ну и сейчас подрядчик сюда заходит, заходит на ту площадку. То есть на ту сторону сразу начинаем работать? На момент. На поле четыре бригады. У ТВКшников у них запас какой-нибудь? Трубы, эээ, воды. ТЭЦ-2 она на подпитке от ТЭЦ-1. В принципе они у нас там всего 95%. 95% у них оттуда идет. По юго-западу у нас 15 кубов в час они берут. На ограничения сколько максимально просидят? На ограничения рассчитываем порядка двух суток. В 9.30 утра было принято решение ограничить горячее водоснабжение в 443 многоквартирных домах Октябрьского района. Это дома на юго-западе, в микрорайоне Энергетик, в 140-ом, 140-ом А и 142-ом кварталах, в микрорайоне Горького, Месокомбинат, все 40-е кварталы, за исключением 47-го. Что же касается холодной воды, она подается без перебоев, как в дома, так и в котельные. Если же есть какие-либо проблемы, необходимо обратиться в управляющую компанию, либо в ТСЖ. По холодному водопотреблению ограничения мы не вводим. Единственное, что у нас будет беспокойство по ТЭЦ-2 и по котельнию юго-западу. Юго-запад у нас остался на подпытке, то есть мы его не ограничиваем. ТЭЦ-2 переключились на ТЭЦ-1. Причина, мы считаем причиной, это все-таки износ, потому что водовод две нитки, они ежедневно испытывают нагрузки. Грунт, данный грунт, он насыпной. Старые наши работники, которых мы сразу тоже вызвали, которые строили именно вот этот водовод, строили вот эту насосную станцию, они говорят о том, что это просто вопрос времени. На месте работают четыре бригады. По предварительным данным, прокладка временных магистралей завершится сегодня ночью. Что же касается ремонта, то его сроки пока остаются открытыми. Батар Ламбаев, Батогармын, Новости дня.